Все школы района носят имена выдающихся славянцев. К этой замечательной традиции присоединяются и учреждения культуры. В прошлом году детской художественной школе присвоено имя славянского художника Александра Мазина. В этом году свое имя появилось и у Межпоселенческой библиотеки. С этого года Славянская Межпоселенческая Центральная Библиотека будет носить имя выдающегося соотечественника Николая Яковлевича Данилевского, который внес огромный вклад в изучение плавней, лиманов и рыбных запасов Черного моря. Почетное право открыть памятную доску было предоставлено заместителю главы славянского района Виталию Титаренко и директору славянской межпоселенческой библиотеки Анастасии Максак. На торжественном мероприятии также присутствовали жители города, студенты, работники библиотеки, казаки, представители общественных организаций. Мы традиционно, уже практически все образовательные организации у нас носят имена выдающихся людей, в нашей стране, учреждения культуры. Это следующий этап улицы, дома, площади. Это сделано для того, чтобы все-таки наше поколение, вспоминая героев, вспоминая те фамилии известных людей, жили не только современностью, но и окунались в историю. И вы, как межпоселенческая библиотека, в этом отношении являетесь целенаправленным проводником в истории, в публицистике и в сохранении культурного наследия. Славянская межпоселенческая библиотека – давний партнер русского географического общества. И то, что теперь она будет носить имя человека, который всю свою жизнь посвятил изучению зоологии, почвоведения, геологии, географии России, очень почетно и ответственно. Наша библиотека, Славянский район, является давним партнером русского географического общества. Многие из вас знают, что на базе библиотеки уже второй год работает кинолекторий, который показывает фильмы из Золотого фонда русского географического общества. За это время большое количество ребят, это и студенты, и школьники, посетили этот кинолекторий, узнали о природных богатствах нашей страны. Наша библиотека, носящая сегодня имя Николая Яковлевича Данилевского, является уже, будем говорить, одним из звеньев Краснодарского отделения русского географического общества и одним из проводников этой большой и очень важной работы. После торжественного открытия гости мероприятия были приглашены на творческую встречу в библиотеку. Здесь оформлен информационный стенд, рассказывающий о русском публицисте и социологе Николае Данилевском. Собравшихся познакомились с его биографией и достижениями. В 1863-64 годах Николай Яковлевич возглавляет экспедицию по исследованию рыболовства на Черном и Азовском морях, организованную Министерством государственных преимуществ по рекомендации русского географического общества. Всего Николай Яковлевич за свою жизнь успел совершить 9 таких экспедиций по европейской части России. Кроме этого, он принимал активное участие в разработке законов о рыбном промысле в России. Библиотека сегодня – это не столько места, где можно просто взять книгу для чтения. Это целое культурное пространство, куда может прийти каждый желающий, независимо от возраста, и найти себе занятие по душе. Здесь проводятся встречи с поэтами и писателями, интеллектуальные и творческие конкурсы, викторины, кинолектории. Приходите, здесь всегда будут рады новым читателям. Анна Монастыренко, Станислав Бурбыко, программа «События».